Дорогие друзья! Доброе утро! И нас с вами сегодня ждет очень интересный день. Я только проснулась недавно, поэтому быстро иду умываться, завтракать, переводить себя в порядок, и возвращаюсь к вам. Такое ощущение, что ничего особо не поменялось. В общем, быстро сейчас рассказываю, что у меня сегодня по дню, и потом уже срочно-срочно делать дела, потому что сейчас, через две минуты, у меня зачет по обществу. Итак, сегодня мне нужно сделать General Intrash, который я не сделал вчера, потом мне нужно посмотреть по истории, вебинар по истории, который не посмотрела вчера. Сейчас вот с 12 до часа у меня зачет по обществу знаний, которому я готовилась всю-всю-всю просто неделю, даже две недели, сейчас я вам покажу. Вот я прописывала билеты, это мои планы, ну да, планы для пересказов. Их очень-очень много. Так тут еще есть с прошлого зачета, вот они. Я уверена, что я все хорошо сдам. Потом в 5 еду на фотосессию с своей семьей, потом я встречаюсь с подругой, мне нужно еще посмотреть подарки на Новый год и, в принципе, все. И еще, если я успею, а я надеюсь, что я успею, я хочу начать писать лекции по истории, потому что завтра я опять умру. Вот это вот мое любимое, писать лекции в последний день. Надеюсь, в этот раз такого не будет. Так что все, сейчас я побежала на зачет. Фух, я сдала зачет! Это было так сложно, я вам приносит. Это было очень сложно. Ну, по сравнению с историей. Просто я так тупила. Ну, зачет не по билетам, как я рассчитывала, а по вопросам рандомным из билетов, поэтому я со своей книжкой сижу там, вот так вот листаю. Все, я сдала на этот зачет! Я очень рада, очень. Эх, сейчас надо что-то делать. Так лень. Я вам сказала, что у меня столько дел, и мне их все надо сделать, но ситуация такая, что за мной в два уже папа приедет, и чтобы поехать на фотосессии. То есть мне надо сейчас уже собираться и вообще гладить вещи. Тогда, наверное, я лучше сначала соберусь, а потом уже буду делать уроки. Та-дам! Я накрасилась. Ну, у меня сейчас только губы не накрашены, потому что, я не знаю, может, я еще чего-нибудь поем. Сейчас я буду гладить вещи, которые я с собой беру. У меня платье, потом брюки и рубашка, и джинсы с новогодним свитером. Блин, что-то я вообще на себя не похожа. Такая я взрослая какая-то. Друзья, это какой-то капец. За мной сейчас уже принят папа. Мне не нравятся мои стрелки, потому что мне кажется, что они косые. Мне уже надо быстрее собираться. Я еще даже вещи не погладила. Короче, все, экстренный режим быстрый. Пока моя семья собиралась на фотосессию, я успела сделать один листочек General English. КОНЕЦ 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 И так, мои дорогие друзья, я уже приехала домой, то есть закончилась эта сессия, мы поехали с семьёй в кафе, покушали, и сейчас уже пол одиннадцатого вечера. Что мне нужно сделать? Во-первых, это доделать всё-таки general English, да, я сделала один лист, но это только один, мне нужно сделать два, ну, то есть ещё один. Также нужно всё-таки посмотреть вебинар по истории. Перед этим я хочу снять TikTok, для этого вот так вот выявилось. Я вам сейчас его сюда вставлю, что за TikTok. И я решила переодеть куфту, потому что такая майка с колготками, юбка используется странно. Вот мой лук. Сейчас сниму TikTok. Итак, я отправила general, и сейчас буду смотреть веба истории. Подожди ты, куда ты летишь? Куда? Я ничего не устраиваю. Моё утро началось с разговорного клуба по-английскому, поэтому я даже не успела снять приветствие. Смотрите, например, вы, например, вы дёдите себе. Я бы preferить... Я бы приятного подарения. Мне тоже. Я не имею в виду специальную новую традицию. Я же, особенно для людей, которые будут поучить экзамены, You feel really bad when you have prepared for exams for a long time, and your September, October, November and December were really-really hard, and you're waiting for this time when you will just relax and will lie all the day, and you will be able to do everything you want. Все, у меня закончился разговорный клуб, у меня аж село горло, мы разговаривали полтора часа, мы ответили на все вопросы, это было очень интересно, у меня попался очень хороший партнер, свой уровень английского даже выше, чем у меня, и это было очень интересно, но я тоже не оплошала. Я составила себе план, пока мы разговаривали, на следующую неделю, ой, это на прошлую, вот на следующую, не знаю, уже очень скоро Новый год, и я вам сейчас покажу, какая у меня штучка есть новогодняя, сейчас он вообще все увидит. Так, я собралась, сейчас приду на встречу с моей подругой, мы будем разговаривать, гулять, тыры-быры, и все, вечером я буду писать лекции по истории. Такая вот Волгоградская зима, ура! Такое ощущение, что с 12 ночи, ну да, на самом деле, я сняла видео, зачем я вообще компьютер, но я сняла видео, про совет для подготовки к ЕГЭ, и сейчас я буду садиться писать лекции, сейчас уже 8 часов, я знаю, что я их не успею написать, поэтому я предупрежу свою наставницу об этом, скорее всего, и да, я очень рада, что все-таки я сняла сегодня видео, так как в нем была интеграция, его нужно выложить в какой-то ограниченный по времени срок. Короче, друзья, я вспомнила, что мне нужно во вторник сдавать проект, у меня ничего не готово, я, у меня про феминизм проект, и я решила, что я просто скопирую видео с ютуба про феминизм, и завожу там знаки водные, и принесу его своей учительнице. В общем, я сделала этот ролик, я просто все скопировала, но у меня на самом деле получилось очень прикольно, я все озвучила своим голосом, и я вам сейчас кусочек прикреплю, чтобы вы поняли примерно, что я делала. Что такое феминизм? Надеюсь, все согласятся, что это не ругательство. Как однажды сказала журналистка Мэри Шир, феминизм — это радикальное мнение, что женщина — человек. И я все еще никак не могу сидеть за лекции в истории, все, сейчас иду и делаю все лекции. Представляете, я только что вспомнила, что мне завтра надо рассказывать на литературе стихотворение блока, но всем задали учительный язык. Я про это вообще забыла, и сейчас я его буду учить, но я люблю, очень люблю стихи, ой. Я очень люблю стихи, очень, я их просто так читаю для себя, но сейчас учить мне как-то их вообще не хочется, и к тому же завтра у нас выступление, и нам надо репетировать. Мы думали репетировать на литературе, и сейчас я вспомнила про эти стихи. Очень приятная ситуация. У меня что-то упало с шоколадки вниз, ну ладно. Мне страшно с тобой встречаться, страшнее тебя не встречать. Я стал всему удивляться, на всем уловил печать. Итак, слушаем я в лучшем. Я к людям не выйду навстречу. Испугаюсь хулы и похвал, предтогою одною отвечу. За то, что всю жизнь молчал. Молчаливый мне понятный, и люблю обращенный слух. За словами сквозь гул невнятный просыпается светлый дух. Я выйду на праздник молчания. Моего не заметят леса, но во мне потаенное знание. А любви к тебе без конца. Ура! А теперь будем писать лекции по истории. Я досмотрела лекции по истории. Это счастье просто. Это счастье. Сейчас я вам покажу, что я написала. Итак, вот у нас начинается Александр Второй. Чтобы вы понимали, у меня было написано полторы лекции. Это примерно до вот этого момента. То есть всё за этот вечер, остальное я написала. Сейчас я буду спать. Завтра у меня конкурс в школе. Завтра мне тоже хочется снять влог, потому что будет интересный день. Не знаю, буду или нет. Но очень спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Скоро Новый год, и мы будем с вами вместе отдыхать. И уже в лагерь. В общем, спасибо, что посмотрели это видео. И всем пока!